то есть таким образом мы можем с вами сказать подытожить этот вопрос сказать зульм это что такое возвращаемся к началу к чему это проводился на тиме зульм это что зульм это невыполнение чего того что приказала или совершение того что запретил аллах субхану в этом собственно зульм ты должен дать своему на в сумке должен обязан дать своей душе что то что для нее полезно в чему нуждается покорность аласу фонаря ты должен отстранить от не уберечь ее от чего от того что ей для нее вредно а это что такое это то что запретила суп она то ли вся польза в том что приказала на весь вред том что запретил аллах суп антали эти вещи взаимосвязанные дальше говорит что еще нужно знать что обязательно нужно знать а мы с вами возвращаемся к разговору о чем абу бак крадалов таран учит проксу сыром его дуа просить прощения за что за зульм за совершение зульма несправедливости не просто зульма что сказано много зульма совершил я так сказано в этом дуа и весь разговоры в теме всех ли сам идет о чем чтобы объяснить да не понимающих как это так абу бакр признается в совершении им много несправедливости много не справедливость как это-то и разные аспекты разъясняет честно у тебя меня вот до этого что было сказано сейчас что ты даже если своей душе ты не накормил тем чем ты обязана кормить не одел так как обязана здесь если ты не напоил как это если даже мертвичину ты неси да то есть всякие вещи которые полезны для души если ты ее лишил этого чего нуждается не дал ей или наоборот сделать что-то что вредно для нее всякая масса я всякое прегрешение всякое нарушение ее прав это что это уже зульм и дальше он говорит что нужно еще знать что может быть в отношении раба какая-то вещь будет обязательной потому что у него есть причины у него есть какие-то причины которых нету других вот эти слова которые дальше у него мимо едим антуров анюров она ладка таджи барея свад у море на таджи баре беду не я эти слова можно понять двояко и улема разъясняют два смысла в этих словах может быть от человека требуется иногда делать какие-то вещи достигать каких-то вещей которые являются причиной для совершения чего-то в чем есть благо для его души и если он не стремится к этим причинам то тем самым он совершает дулем в отношении своей души вы хотите получать большую огромную награду за содержание своей жены просто ты берешь кусочек в рот кладешь весь мир один кусочек она ест тебе пишется отчетки пишется садака а сколько таких кусочек детей куда ты содержишь все чем ты их кормишь конечно при условии что у тебя есть соответствующее намерение каждый раз ты завтрак даешь обед даешь ужин даешь ребенку все что он кушает тебе пишутся хасаната типе записываются награды награды это полезно для твоей души это важно для твоей души да хорошо это только материальное содержание а воспитание а то что свою жену ты научил таухиду научил ее сумме поклонению аллаху субханава тааля какую награду ты за это получила то что своих детей ты воспитываешь и оставляешь после себя когда уходишь из этого мира кто-то одного кто-то 2 кто-то 3 кто-то 7 у кого-то 8 там у кого-то 10 кого-то 20 у кого-то 30 кого-то 40 муахидов единобожников поклоняющихся аллаху субханава тааля в соответствии с ума рука ли заработал сыра правильно а у них еще потом ради родятся свои дети такая награда такие санаты вещи которые нужно дать свои души нужно дать эти хасанаты нужно дать но как ты их дашь если ты не сделаешь то что является причиной для этого тебя для этого нужно что сделать жениться правильно и сидит не женится соответственно он ущемляет свою душу ущемляет свою душу с этой точки зрения что с этой точки зрения это зульм тот или на вид зульма видеть это много аспектов зульма на который указывающийся на теме чтобы никто не удивлялся как это у бакар или как это праведники говорили мы совершили много зульма если ты упустил в этом вопросе что-то или поклоняться аллаху субханава тааля так как ему угодно пара калуфит хабиби как будешь ты поклоняться лосу она так как ему угодно если ты не будешь знать этого если ты не знаешь что угодно лосу фанатаре если ты не изучаешь куран и сумму как ты будешь аллаху поклоняться аллах создать его для поклонения значит нужно что нужна причина чтобы ты мог поклоняться лосу когда что это за причина получения знания верно вот это понимание сообществом таями и а конечно если человек не в состоянии этого сделать но кого-то человеку не в состоянии жениться просто тогда с него соответственно что снимается и спрос тогда и не можем сказать что он совершил зурьм или какой-то человек просто по состоянию своего там рассудка познать своего ума он не состоянии получать никакое знание спрос есть нет спроса человек это понимание данных слов еще одно понимание какое что может быть какие-то люди у них есть какие-то причины которые обязывают их выполнять что-то и если они не будут выполнять это то значит на них будет грех и они совершают зурьм а у других людей этих причин нет и поэтому что и они совершают哈哈哈 и они делают этого элементарно бедный человек не платит закат но совершать súль совершать безоконник не совершает почему потому что нет причины для выполнения заката у него богатый человек не платит за к совершая вот и совершай зурьм потому что есть в него причины в отношении него он приемит эту причину данного на него распространяется ну а при этом он не выполняет этого. В качестве примера приводит здесь, Шейху Алисаляму Рахмалу Али, говорит он, как, например, человек, который занимает какой-то руководящий пост. Или занимает какое-то руководящее место. У него есть у Иляя. У Иляя бывает разном уровне. Может быть, у Иляя Амма, то есть он правитель общий для государства. Может быть, он директор школы, например. Может быть, он учитель, и у него в халякате 10 человек. Вы знаете, что это огромная ответственность, только мы с вами об этом забываем. Что если Аллах поручил тебе дело каких-то людей, сделал тебя попечителем, будь то дети, например, у тебя, или это ученики, то ты несешь за них ответственность. И Аллах, Субханава Та'аля, Он спросит с тебя, сказано, кто над 10 людьми является попечителем, может быть, учитель, у него 10 там учеников, или директор, у него там 10 учеников, или отец, у него там 10 детей, хорошо. Он придет в судно и день с оковами. Оковы будут у него на шее, он будет в оков. Его не освободят от этих оков, пока он не отчитается за это. То есть не думайте, что так все просто. Мы несем ответственность за тех, кого Аллах, Субханава Та'аля, нам поручил. Поэтому еще в Самтимии приводят пример здесь. Мануалия Уиляя, тот, кто получил какую-то должность, какое-то попечительство над кем-то. Например, он. У него есть эта причина, у другого этого нет. Тот, у кого тут не несет ответственность, правильно, и не совершает зулем. А если ты попечитель здесь, то значит ты будешь нести ответственность. И этого не сделаешь, совершаешь зулем. И он приводит хадис в Муснаде. От порога Алия Сарата Усану, что он сказал, «Хаббуль хальки ил Аллах имаму на Адиль». Самый любимый для Аллаха человек из людей, это имам Адиль, справедливый правитель, справедливый имам. «Вабгаду хальки ил Аллах имаму джаир». Самый ненавистный для Аллаха из творений, это кто? Что имам джаир, несправедливый правитель. Справедливость от всех людей требуется, верно? Верно. Есть какие-то вещи, какие-то хукмы, которые неспорствованные, Аллах обращается ко всем, да, и касается всех. Есть вещи, которые касаются некоторых людей. Справедливость из вещей, которые обязаны все делать? Да. Но справедливость в управлении государством от всех требуется? Это твой вопрос, правильное управление по шариатам государства, это твой личный вопрос? Нет, не твой вопрос, правильно? Если этого не происходит, можно сказать, что ты совершаешь зульм? Нет, не можешь сказать. Но это ответственность знаком на этом правителе, правильно? Поэтому от него требуется справедливость, значение управления теми людьми, которые, этим государством, который Аллах поручил ему управлять, это на основе шариата, Аллах, субхану ата аль, на основе справедливости. И если он не будет делать это, это будет несправедливость, это будет, что джаур, и это самый ненавистный, сказано, человек для Аллаха, субхану ата аля. Дальше сказано, это очень важно, смотрите, почему это тут важно еще? Потому что Абу Баккар, ази Аллаху ата аля, Фару Ксалусарм научил этому дуа, а ведь он же после смерти Фару Калисаратусом, он который станет халифой, это урасуль Илья, он который станет преемником послания Аллаха, салам в управлении людьми, в руководстве людьми, он же станет преемником, правильно? А сколько там прав у людей, сколько обязанностей у Баккар, у каждого правителя перед людьми, сколько этих людей с их правами, сколько у тебя обязанностей в отношениях, где-то можно допустить упущение, верно? Легко можно допустить упущение. У нас с вами под нашей опекой бывает 2-3 человека, и уже мы видим сами, как допускаем упущение и несправедливость в отношении них. Не случайно, поэтому, что здесь упомянул этот пример, человек Руслан Рахмаллаху Та'аля. А также такие люди, у которых есть обязанности по отношению других людей. Как, например, жена. У жены есть обязанности? В отношении жены у тебя есть обязанности? Есть обязанности. Дети, соседи, в отношении каждого у тебя есть обязанности. Субханаллах. Кто-то из нас может спокойно сказать, да, в отношении соседей я выполняю все свои обязанности, соблюдаю их права? Нет, это не просто. Элементарно, что мы, живя годами возле человека, мы, может, ни разу мы не сказали, не призвали его к еду вообще, не призвали его к ислам. Из-за стеснительности, или из-за страха, или из-за лени, или из-за еще чего-то, верно? Или в отношении детей, можем ли мы спокойно сказать, да, мы соблюдаем все их права и выполняем свои обязанности в отношении? Нет. В отношении жен? Нет, конечно же, нет. И говорит он, поэтому, Аллах, Субханаллаху Тааля, он напоминает 10 прав в Коране, в суре, Ан-Ниса, Икра, 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 надо читать. Да, Аллах, Субханаллаху Тааля, говорит, это аят, который, аят о 10 правах, которые ты должен соблюдать. Суре, Икра, 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 икра. Это первое. Аллах, Субханаллах Тааля, начинает с чего? С чего права? С права Аллаха, Субханаллах Тааля. Это самое главное право. Прежде прав рабов. Как мало мусульман сегодня понимают это, что право Аллах, Субханаллах, оно первостепенно. Что нам указывает на то, что люди не понимают в основном этого? Что нам указывают на это? Посмотрите, когда совершается притеснение людей где-то, кого-то из мусульман, либо самих людей, либо кого-то из мусульман, когда совершается притеснение Азульм со стороны кого-то, то это всех очень волнует. Все за это переживают. Это правильно? Правильно. И мусульманин не может не переживать за другого мусульманина, даже если он живет далеко от него, в другой части света. Мусульманин, его сердце болит, когда притесняют другого мусульмана. И то, что у людей болят сердца за это, они переживают, это хорошо, это правильно. Удивляешься человеку, который говорит, а как мне нравится, что там происходит с теми или с этими? Нет, не так. Ты должен переживать, должен молиться за них. Правильно. Это неплохо. Но страшно что? Что за это-то люди переживают. Но за то, что кто-то поклоняется не Аллаху, что сотни тысяч и десятки тысяч мусульман совершают щирк, ходят на гробницы, обтираются там, совершают тава вокруг этих могил. Что они взывают не к Аллаху, Субханава Тааля. Что они кричат, Ох, Хусейм, помоги там, или там еще кто-то, помоги. Или Абдул-Кадир, помоги. Или взывают посланника Аллаха с мольбами, защити нас, посланника Аллаха, помоги нам и спаси. Или то, что они совершают бедаты, все эти нововведения, страшные вещи, все это губительные страшные вещи. Что кто-то там ругает, поносит сподвижника пророка, али сарату, али сарам, называет кафирами сподвижника пророка, ау-бакра, аумара. Обвиняет в распутстве жен пророка, слава у салям, матерей правоверных. И еще называется при этом мусульманином, называет себя мусульманином. Это почему-то мало кого волнует. Посмотрите, вот эти некоторые страны, арафидитские страны. Страны, где официально ненавидят ау-бакра, аумара, считают сподвижников кафирами, неверующими. Где ты не назовешь свою дочку Аишей, и не назовешь своего сына Абу-бакаром или Омаром. Большие проблемы будут у тебя, и у Усманом, чтобы ты там назвал своего сына. Эти страны, субханаллах, у многих, которые называют себя Алисуна Ваджима, пользуются симпатией. И они, некоторые стали ненавидеть эти страны, руководство этих стран. Только почему? Потому что они там напали на кого-то, где-то там в Сирии, например, убили мусульман. Конечно, это страшно, это плохо, когда они убивают Алисуна Ваджима. Да, это страшно. Но почему вас не волновало до этого? Почему вы раньше питали к ним симпатию? И перестали питать симпатию, только когда они стали убивать людей. Алисуна Ваджима. А до этого вас не волновало, что их ширк, эти бедаты, искажение религии? Потому что право Аллах, субханаллах, у многих людей, оно там где-то, далеко. И это проблема. Аллах, субханаллах, начинает со своего права. Вы абуду Аллаху, а ля ту ширику вещи. Я поклоняюсь Аллаху, не предавайте ему ничего, все товарищи. Вабель валий и нехсана. Следующее право. Совершайте благодеяние к родителям. То есть Усуль, твои предки, родители, родители и родителей. Чем ближе, тем больше твоя обязанность. Дальше сказано. Вабель воль курба. Вабель воль curba, то есть родственники, близкие. Дальше сказано. Вал я тяма. То есть дети, у которых нет Усуль, у которых нет родителей, у которых умер отец до достижения совершеннолетия. Дальше сказано. Валь м асаким, бедняки. Люди, которые лишены имущества или у них недостаточно. Нуждающиеся. Валь джар изль курба. Сосед Заль-Курба Заль-Курба, сосед имеющий близость Что это? Либо речь идет о соседе Который является родственником, соблюдение его права Либо соседе, который является мусульманином Заль-Курба, то есть близкий сосед Речь идет о каком соседе? Либо который является родственником, либо Подразумевается, что вообще сосед мусульманин Посторонний сосед Под посторонним соседом подразумевается Неверующий, то есть немусульманин Соблюдение его права тоже. Аллаху ва сахиви бельдинб. Товарищ, который рядом. Товарищ это кто? Некоторые говорят это в пути, с кем ты находишься, соблюдение его прав. На самом деле более широкое понимание. Вообще любой человек, с которым ты имеешь дело, любой твой товарищ, прям вы здесь учитесь вместе со своими коллегами, вы должны благодеть к ним, соблюдать их права, выполнять все обязанности в отношении них. Во мне и сабиль, даже сказано, путник. Кто это путник? Человек, который может быть дома, там у него есть средства к существованию, он не бедный человек, но он оказался где-то и нуждается в средствах, не может вернуться к себе домой, чтобы помочь ему. И благодеяние к тем, чем владеют ваши руки. Чем владеют ваши руки? Прежде всего речь о таком, о невольниках, если люди владели невольниками, благодеяние к этим невольникам, кормить, одевать их, не возлагать на них какие-то непосильный труд на них и так далее. Ну и вообще, благое отношение ко всему, чем владеет человек из имущества. И говорит Иван Таимия, и подчеркните у себя. Что говоришь Ихрисам? И он причист, он, Аллах, Субханаху, начал со своего права. Подчеркивает Чехов Ислам. Рахима Аллаху Тааля. Дальше он говорит так же, как перед нами в двух сахихах, что Проколей Саратусрам сказал Муазу. Я Муаза тадри махакулла аля ибади. О Муаз, знаешь ли ты, каковы права Аллаха над его рабами? Иначе говоря, обязанности рабов в отношении Аллах Субханаху Тааля. Я сказал, говорит Муаз, Аллах его посланник знает лучше. Тогда Проколей Саратусрам объяснил и сказал, что права Аллаха заключается над рабами в чем? Я буду в том, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему ничего в сотоварищи. О Муаза, знаешь ли ты, каковы права рабов над Аллахом? То есть Аллах Субханаху Тааля вменил все его обязанности в отношении рабов это сделать. Муаз опять сказал, Аллах его посланник знает лучше, Проколей Саратусрам объяснил, сказал, их право над ним, чтобы он не наказывал их, если они поклоняются только ему, то есть не предает ему ничего в сотоварищи. Дальше говорит человек Саратусрам. Смотрите, такую вещь, это вот тем, которые удивляются, как это Абу Бакар, в его дуа звучат слова о совершении, что Зульма еще как много Зульма, Зульман Касиран или в другом Ривая Зульман Кабира, да, есть. Говорящий Саратусрам. Чем больше человек знает о душах и о том, что присуще душам, то есть чем больше ты знаешь душу, какие у нее права, какие у тебя перед ней обязанности, что такое душа, какие состояния бывают у души, а душа твоя, она может быть какой? Аммара, бесу, приказывает тебе зло, так? Так. Может быть какое-то состояние, когда она что? Лявама, она порицающая душа, то есть делаешь грех, но тебя твоя душа порицает, ты испытываешь угрызения совести. Может быть, нафс какая? Мутмаинна, успокоившаяся в покорности Аллаха, то есть уже вот так стабильно успокоившаяся в покорности Аллаха. Ты знаешь все эти вещи, души, души, что их сопровождать? Кто знает, как переворачиваются сердца, говорит он дальше. Так, кто знает души, что такое душа, какие присущие ей вещи, характеристики состояния. Кто знает сердца, как они могут переворачиваться, сердце человека, оно потому и называется вкальб, под слово какое? Акальба, это что такое? Перевернуть сердце человека, переворачиваться. Кто знает это? Тот, кто знает об обязанностях, которые лежат на человеке, на нем, из обязанностей в отношении Аллаха, в отношении рабов его, в отношении тех худудов, то есть тех граней, которые установил Аллах Субханава Тааля. Тот, кто все это знает, тот поймет, что никто не может спастись от нарушения чего-то из вот этих вот прав или перехода за грани. Вот такие вот замечательные слова. Смотрите. То есть, если ты знаешь душу, что такое душа, да, какие у нее состояния, знаешь сердце, что сердце переворачивается. Если ты знаешь хукук, то есть обязанности, которые лежат на тебе, в отношении Аллаха, в отношении рабов Аллаха. Если ты знаешь худуд, то есть те грани, которые установил Аллах Субханава Тааля, тогда ты поймешь. Вот чем больше у тебя будет этого знания, тем больше у тебя будет понимания чего? Что практически невозможно, чтобы где-то ты не допустил опущения соблюдения каких-то обязанностей, хукук, или где ты не перешел бы за грани, которые установил Аллах Субханава Тааля. Вот это вот ответ на вопрос. Все, что до этого говорилось, это итог, да, подытоживая человек в своем тайме, рахима Аллаху Тааля. Когда ты это поймешь, если у тебя много знания, сколько ты обязан, сколько на тебя обязанностей, чьих-то прав, да, сколько есть грани, которые нельзя перейти, сколько опасностей есть для сердца, как оно меняется, переворачивается, да, и душа, что такое душа, каким вещам зовет тебя душа. Все эти вещи, когда ты знаешь, чем больше у тебя знания, тем больше ты понимаешь, что обязательно ты допускаешь где-то упущение, где-то исходит от тебя лзульм. И поэтому, говорит он, обратите внимание, подчеркните, поэтому Аллах приказал верующим рабам своим просить его наставлять их на суратуль мустаким, на прямой путь, каждый день и ночь, то есть каждые сутки. Каждые сутки в обязательных намазах, по крайней мере, так что 17 раз это получается. Обязал просить рабов наставлять их на прямой путь, по меньшей мере, 17 раз в день в обязательных намазах. Почему 17 раз в день? Потому что 17 ракатов всего, если взять обязательные молитвы, обязательные намазы. То есть, вывод, обязательно нужно просить Аллаха, обязательно нужно в этом вопросе уповать на его помощь. Без этого, Баракулуфикум, мы с вами погибнем. Поэтому Аллах, Субханава Тааля, говорит, и яка наобуду, мы тебе поклоняемся. И горе тем, которые ограничиваются этим, поклонением Аллаху, Субханава Тааля, горе им. Этого недостаточно. А нужно еще что присовокупить? И яка наобуду, и яка настаин. И мы тебя просим о помощи в этом. Потому что без помощи Аллаха ты не сможешь поклоняться Аллаху, Субханава Тааля. Те люди, которые говорят, все, я поклоняюсь Аллаху, Субханава Тааля, буду опираться на свои силы, рассчитывать на себя. Такой человек обрекается на унижение и на провал. Обязательно улюгия, улюгия, необходимо, чтобы сочеталось с чем? С рубубия. Признание тобой улюгия, поклонить только Аллаху, должно быть еще с признанием чего? Рубубия, что во всем помощник только Аллах, Субханава Тааля, без его помощи никак, без его тавфика. 17 раз ты говоришь, иди нас по прямому пути. Иди нас по прямому пути. Иди нас по прямому пути. Почему так важен джамаат намаз? Джамаат намаз. Когда человек молится один, может быть, иногда бывают моменты, когда он совершает намаз, но произносит какие-то слова, не вдумываясь, как-то автоматически произнесся, иди нас ратам, уставкам, прочел, все, не задумываясь о том, что это дува, что он обращается к Аллаху. А джамаат намаз, когда ты молишься в коллективе, может, там молятся вместе с тобой праведные люди, которые совершают этот намаз от сердца всего, и просят Аллах, и говорят, веди нас, то есть нас всех прямым путем, и скажем мы аминь, да? Аллах ответит на дуа, и ты будешь в числе тех, кого Аллах наставит на прямой путь. Самая главная просьба, самая главная дуа, которому Аллах учит нас. Этот дуа о чем? Тот дуа, с которого начинается Куран. Первая дуа в Куране это какое? Просьба у Аллаха, аль-Хидая, наставление на прямой путь, иди на сират аль-Мустаким. Человек, с самым теми, дальше разъясняет, а что это такое сират? Сират аль-Мустаким, он говорит, это сират, как сказано в Куране, сират тех, кто благодетельствует Аллахом. А кто это благодетельствует Аллахом? Пророки, правдивейшие, шагиды, праведники, те, которые покорны Аллаху и его посланнику. Это их путь. И дальше разбирается, смотрите, что такое сират аль-Мустаким? Прямой путь. Что это такое? Разные определения давали ученые понятия, что такое сират Аль-Мустаким, вести, по которому просим нас Аллаха. Некоторые ученые говорят, это речь идет о, говорящих, в своем тайме, это покорность Аллаху и его посланнику. Вот что такое сират Аль-Мустаким. Покорность Аллаху и его посланнику. За пределами этого не может быть никакого сират Аль-Мустакима. Понятно или нет? Только будет сират Маглуба али-Муму али-Аля. Что еще такое? Это полный Ислам. Полная покорность Аллаху Субхану через Таухиит и подчинение ему в том, что он приказал страну, что он запретил. Отречение от ширка. Полное соблюдение Ислама всего. Дальше. Это следование Курану и придерживаться Сунны и Джамаата, то есть единая община мусульман, которая на том, на чем был пророк и его сподвижники. Это Тарик-Уль-Абудия, дальше говорит он. Это путь Аль-Уль-Абудия, то есть служение рабского Аллаху Субхану Субхану Ата'ала. Еще определение. Это путь Аль-Хафу Ар-Раджа. Это путь страха с одной стороны и надежды с другой стороны. Вот это все определение. Что такое Сырат-Аль-Мустаким? В общем, мы можем сказать, что Сырат-Аль-Мустаким это два вида Таухида. Первый вид Таухида это искренность, искреннее посвящение религии Аллаху Субхану Ата'ала. То есть сделать Аллаха единственным в поклонении. Второй вид Таухида касается следования. Сделать пророка единственным, в чем следование. Вот это Сырат-Аль-Мустаким. Сделать Аллаха единственным в чем? В поклонении. Пророка который послан нему Аллах сделается единственным в следовании. И это смысл Ла Илах Илля Аллах Мухаммаду Расулу Аллах. Ла Илах Илля Аллах это что? Ихляс, искренность, единственность Аллаха, поклонение. Сказать поклонение кому-то кроме него. Мухаммаду Расулу Аллах это что? Следование за пророком то есть поклоняться Аллаху так как научил нас посланник Аллах некоторые улема говорят что это такое Сурат Аль-Мустаким говорят это предельная любовь с предельным усердием в совершении того чем он доволен задумайте об этих словах Ибн-Уркейм упоминает эти слова что такое Сурат Аль-Мустаким Иляя или Аллах Мухаммаду Расулу Аллах тоже что это? Предельная любовь с предельным усердием в совершении того что угодно Предельная любовь то есть поклонение Аллаху потому что любовь основа его это что такое? поклонение Аллаху основа его это что? Любовь когда сердце пронизано любовью к Аллаху переполнено любовью к Аллаху это таухид это ля-иллах и ля-аллах когда ничто в сердце не может сравниться с Аллахом субханава та'алла и предельное усердие в совершении того что угодно ему это что такое? это Мухаммаду Расулу Аллаху это Мухаммаду Расулу Аллаху это следование за пророком салла али-усалям потому что Аллах доволен нашими действиями только если они соответствуют тому чему послал своего посланника но все это вращается вокруг двух вещей он тот который отправил своего посланника с чем? с ль-гуда с прямым руководством и и религии истины аль-гуда это что такое? он который направился истинно ль-гуда это полезное знание аль-илм анафи дальше ваддин аль-хақ истинная религия это что? это аль-амал ас-салих это выполнение праведного деяния в соответствии с этим дубами то есть саратор мустаким это вот это все что говорилось оно сводится к этим двух вещам это что? ль-гуда ваддин аль-хақ это полезное знание знание Курана, Сунны да? и это что? аль-амал ас-салих это выполнение всего этого все вращается все эти определения так или иначе если подумать они сводятся к этому баракалуфику и говорит он и поэтому почему поэтому? это ответ на что поэтому? к чему это поэтому? потому что ты не сможешь без упущений да? ты понимаешь как трудно не допускать упущения в соблюдении всех прав обязанностей верно? когда ты все это знаешь тем больше знания тем больше ты понимаешь что неизбежно какое-то упущение поэтому говорит он пророк алей-сарату ас-салам говорил в каждой своей хутбе аль-хамду лиллах нас-та-ин-у а? аль-хамду лиллах дальше это хутба то что? хутба туль-хаджа хутба туль-хаджа то есть хутба которая перед ним и другими которые пророк алей-саратусам произносил в своих хутбах говорите хутбу туль-хаджа давай аль-хамду лиллах аль-хамду лиллах и рабби ла аля амин ар-рахман ар-рахим всемилостям всемилостям милующим это что? это сана это хороший отзыв об Аллахе субханава та'аля малики и умиддин властелин судного дня дня воздаяния это что? это тамджид тамджид восславление Аллаха субханава та'алю тахмид потом идет что? сана потом идет тамджид да? только после этого идет что? дуа наставь нас на прямой путь и поэтому Аллах субханава та'алю говорит когда человек читает фатиху что я подел фатиху на две части одна мне потом что между мной и рабом это Аллах субханава та'алю яко на сент тебя просим о помощи а дальше уже идут что дуа для раба уже и так далее и хутба тоже смотрите начинается с восволения Аллах субханава та'аля потом что? настаинуву просим у него помощи потом что сказано? просим у него прощения сначала восхваление Аллах субханава та'аля за его милости лучшей главной из которых является милость религии потом идет просьба о помощи и обратите внимание просьба о помощи стоит раньше чем просьба о прощении потому что ничего без помощи Аллаха невозможно ты не сможешь ничего выполнить из обязанности избежать зульма не сможешь без его помощи а потом все таки ты понимаешь что у тебя есть упущение ты просишь что прощение у Аллаха субханава та'аля говоришь он оставил потому что говорит че-же сам Таймия знал он то есть про калий сарату сарам что невозможно совершить что-то хорошее невозможно избежать совершения чего-то плохого иначе как с помощью Аллаха субханава та'аля и что обязательно человек обязательно сделает нечто такое из-за чего он будет нуждаться в истегфаре то есть просьбе у Аллаха субханава та'аля прощения дальше говорит он в достоверном хадисе приводится сейеду листегфар то есть дуа которая является сейеду листегфар что такое сейеду листегфар молитва мольба госпожа мольб о прощении почему эта мольба так называется сейеду листегфар если кто-то еще не выучил сейеду листегфар иншаллах та'аля выучит да на завтра без нилля почему называют сейеду листегфар да потому что это великая дуа которая заключает в себе огромный огромный смысл там и признание господства Аллаха субханава та'аля признание божественности Аллах субханава та'аля тавассуль тавассуль то есть поиск расположения Аллах субханава посредством признания милости которую дает Аллах субханава та'аля главное из которых это что это покорность Аллах субханава та'аля это религия Это имя, которое указывает на что? На Улюхия То, что Аллах единственный достопоклоняемый Истинный Бог Ты мой Господь Взрастивший меня, создавший меня, управляющий мной Признание Господа Нет Бога достойного поклоняем, кроме тебя Признание чего? Улюхия Приближение к Аллах Ты создал меня Я твой раб И я выполняю завет с тобой И обещание, которое дал тебе Насколько могу Выполнил, насколько смог То есть это указание на что? На нужду, на бедность раба На его слабость Я прибегаю к тебе от зла Всего того, что я совершил Всего, что я совершил Это дуа Все охватно Я признаю милость твою Которую ты оказал мне Милость твою То есть все милости В том числе милость какую? То, что ты обращаешься к Аллаху Субханного Царя с просьбой о прощении Я признаю Сознаюсь в своем грехе Слово здесь Оно относится к чему? К местоимению То есть это илафа Значит оно включает в себя что? Когда относится к определенному слову Включает в себя все виды грехов Признаю все свои грехи Прости меня Как что значит прости меня фахферли? То есть не просто мне этот грех Спеши и не взыскивай А еще и меня прикрой Чтобы я не опозорился От этого греха Сколько вещей Которые мы боимся Чтобы люди узнали О том что мы сделали Или делаем Прикрой меня Дальше признать Что никто не прощает грехи Кроме Аллаха Поистине Никто не прощает грехов Кроме тебя Разве это дуа недостойно Того чтобы называться Сейду ля Стихфар Госпожа всех Моль о прощении И научил этому пороку Али Сарату Это просьба о прощении Признании Милости Аллаху Субханного Царя И просьба У Аллаха Субханного Царя Помощи Говорит Ибн Тиме Рахмана Аллаху Тааля Я признаю Перед тобой Милости Которую ты мне оказал И говорит Ибн Тиме Это включает Милости В том числе Такую милость Как помощь От Аллаха В совершении Богоугодных деяний В совершении Того что угодно ему То есть Из милости Аллаха Из очень важных Это то что он помог тебе Совершать Таат То есть то что ему угодно Я признаю перед тобой Грех твой То есть здесь разъясняет Молящиеся Признание им Грехов Которые Нуждаются в том Чтобы Просить Прощения Истихфар И Аллах Он гафур Он шакур Аллах Он прощающий И он благодарный Смотрите Говорит Сам Таимия Говорит Аллах Он гафур Он шакур Он прощающий И он благодарный Он прощает Много Из ошибок И он Благодарит За малые Деяния Аллах То есть Какую-то мелочь Ты сделаешь Когда человеку Делаешь На какие-то мелкие вещи Даже не замечает Аллах Субханава За мелкие За всякие вещи Маленькие Казалось бы Для тебя Но Аллах Субханава Награждает За это И благодарит Аллах Он гафур Шакур Он прощает Много Из грехов И он благодарит За малые Незначительные Деяния Гафур Он шакур От одного Из Вернее От многих Из целов От многих Из предшественников Передано Что Говорил Он Такие слова Что когда я просыпаюсь Утром То я оказываюсь Между двумя вещами Нема Милость Аллах И замб Грех Милость Аллах Нема И с другой стороны Что? Замб Это грех И я хочу Обновлять Для себя Нема Обновлять Для себя Милости Посредством Чего? Посредством Шукра Посредством Благодарности И я хочу Обновить Для себя В этот день И стихфа То есть Просьба О прощении В грехах Которые я совершил Понятно Я хочу Обновить Для милости Что обновить Для милости Хочу В этот день Тоже делать Шукр Для милости А для греха Что хочу делать то есть просить прощения так каждое утро ты просыпаешься с одной стороны 100 наша милости хала и обновляешь свою благодарность по этому поводу вспоминаешь о своем грехе и обновляешь истих фар то есть просишь просьбу просишь волос вами прощения дальше в честном тиме разбирают эти слова которые ходят уходя какие слова андулили на надо у нас тренирован оставлю говорить он эти слова они включают себя андулили дальше что сказано на старину нас так фиру старферу эти слова включают себя шукар благодарность каких словах марка уфикум шукар каких словах аль-хамду-ли-ля дальше благодарны шукар и тасов хамдурилля дальше истиана просьба о помощи в каких словах настое на и истихфар просьба обращения маска настое фиру аль-хамду-ли-ля то есть это по сути какие слова это слова алхамду-ли-ля это слова какие оставь фирула это слова на которой в готове лабиля на полу опыта или билла это что такое истиана просьба о помощи у вас упхану-нам £1 многие люди думают что истиана произносится при несчастье что на холли на ходе или для произносится при несчастье вообще это не счастливе что-то Это слова чего? Помощи. Просьба о помощи Аллаху Субханава Та'аля. А при несчастье какие слова произносят? И поэтому, говорит чейх Руслан Тиме, поэтому некоторые шейхи, они объединяют вот эти вот три вещи. Шукар, листигфар и листиана. Какие? Шукар, благодарность, истигфар, просьба о прощении, истиана, просьба о помощи. Потому что шукар, он касается тех благ, тех милостей, которые были оказаны в прошлом. Листигфар, которые уже оказаны. Истигфар касается тех грехов, которые были совершены раньше рабом, да, каких-то упущений. Истиана касается чего? Тех вещей, которые будут в будущем. То есть раб просит в своих делах у Аллаха Субханава Та'аля помощи. Вот эти вот три вещи обязательно для каждого раба и постоянно. Они обязательно для каждого раба и обязательно ему для него постоянно. И если кто-то, говорит он, допускает упущение в одной из этих трех вещей, тот, значит, совершил лульм, несправедливость в отношении своей души, в зависимости от степени этого упущения. Смотрите. То есть, опять, вот еще один аспект, почему праведники, почему Абу Бакар просил, и сами пророки просили, что у Аллаха Субханава Та'аля прощение и признавались в зульме. Потому что зульм может заключаться в чем? В нарушении, в упущении, в одной из этих трех вещей. Каких трех вещах? Шукар, благодарность. Дальше. И стихвар, просьба прощения, и арестияна, то есть просьба о помощи, обращение к Аллаху Субхану, с просьбой о прощении.